Сегодня у нас 13 января 2022 года. Первый вебинар в этом году наступившем. И начнем мы этот год с разбора ухода, домашнего в основном. Я, конечно, затрону в вебинаре и какие-то процедуры в конце, потому что я анонсировала, как говорится, то, что в нашем вебинаре я еще упомяну какие-то методики профессиональные, какие имеют смысл, какие не имеют смысл вообще, например, в воде, в каких-то программах используются, какие опасны, какие менее опасны, в каком возрасте лучше какие-то процедуры делать, а в каком они могут оказаться бесполезны. Это мы в конце как раз упомянем. И вебинар я собираюсь построить таким образом, что мы рассмотрим основные действительно работы работающие с хорошей доказательной базой ингредиенты. Соответственно, разберем и препараты, в которых они есть, и поговорим о том вообще, как они работают и как их оптимально сочетать. Эта информация, конечно, пригодится не только специалистам, но и людям, которые сами хотят себе подобрать профессиональный уход, но не имеют возможности, например, прийти за этим к косметологу. Вот. Сразу хочу сказать, что вот те, кто живут в Москве или там в ближайшем Подмосковье, с прошлого года как раз появилась такая возможность, причем бесплатно, наш шоурум посетить. Многие знают, кто-то уже там был на Пятницкой улице, и там у нас принимают косметологи, причем 7 дней в неделю, и расписание очень удобное, то есть можно прийти и в 7 и в 8 вечера, то есть шоурум работает с 12 до 10. И те, допустим, розничные клиенты, которые не имеют возможности подобрать у косметолога своего ухода, они могут прийти к нам в шоурум и просто проконсультироваться, подобрать, скорректировать свой имеющийся уход, потому что не всегда нужно заменять уход полностью, если у вас хорошие средства для умывания или там, допустим, хороший крем, который вам нравится. Зачем, собственно, покупать новый, пока не закончился старый? Вот. И это все, с этим мы помогаем. Косметологи у нас работают там совершенно бесплатно, и это не какой-то там, так сказать, замануха, как говорят, а это просто мы решили так, это, конечно, для того, чтобы люди правильно подбирали себе профуход. И компания Гельтек решила таким образом организовать поддержку непосредственно от производителя, да, клиентов, которые хотят, собственно, пользоваться профкосметикой. Вот. Это все, конечно, пошло от того, что у нас мир стал новым, дивным, и, в общем, как бы какие-то определенные сложности с процедурами, со специалистами, и вообще, как говорится, много даже клиник и салонов закрывалось. Поэтому люди в 20-м году все ушли в онлайн, в виртуальную жизнь, да, и поэтому стали как-то себе что-то сами, да, делать, подбирать, пытаться как-то выкрутиться, да. И мы приняли такое решение, что нам нужен вот этот шоурум, ну, мало того, что это удобно, что можно самовывоз там организовать банально, да, но можно и получить консультацию от специалиста, определять свой тип кожи, подобрать какие-то средства, посмотреть составы того, чем вы пользуетесь, там подходит вам, не подходит, ну, и все прочее, да. И это у нас делается на, так сказать, добровольных, рекламных, можно сказать, позициях, да, то есть мы не берем деньги с клиентов, мы не обязываем никого ничего там покупать, то есть косметологи, которые там работают, они просто консультируют, могут вам какую-то программу составить, а, например, где вы будете потом покупать, вообще захотите ли, да, это уже решение принимает человек сам, он может вообще потом пойти где-нибудь на Азоне заказать, потому что там может окажется дешевле, вот, это все, да, или там, допустим, получить пробники, попробовать сначала, пробники тоже там бесплатные, вот, и когда вот он определится, что ему подходит, да, он может потом себе, например, заказать. И таким образом преследуется основная цель, чтобы человек не ошибся в подборе ухода, потому что профкосметика это все-таки вещь серьезная, мы сегодня как раз будем говорить о тех ингредиентах, которые могут потенциально, например, повреждения, которые кожи оказать. С Новым Годом всех, кто пишет, поздравляю, спасибо. Вот, и чтобы избежать, например, каких-то нежелательных, но прогнозируемых побочных эффектов, это все очень важно, и, конечно, в идеале должно обсуждаться с специалистами. Также там есть онлайн-консультации, да, как бы тоже может кто-то воспользоваться этим, да, кто не проживает в Москве, и это тоже достаточно полезно, конечно, может быть менее эффективно, чем очная консультация, конечно же, это мы с вами как специалисты понимаем, и вот, но с другой стороны, онлайн тоже можно много чего посоветовать, оценить составы ухода, да, который у вас есть, можно посмотреть фотографию крупную, там, без фильтров, если вы пришлете, там, и косметолог оценит состояние кожи, насколько это возможно, сделать в удаленном варианте, то есть мы стараемся вот такую, как бы, поддержку оказать нашим клиентам, для того, чтобы они были довольны, когда пользуются этой косметикой, даже и не будучи специалистами, вот, ну, соответственно, для специалистов, конечно, мы проводим традиционно наши мастер-классы и вебинары, которые уже касаются, там, каких-то аппаратных методик и прочее, вот, но это как раз уже в области профессиональной деятельности. Вот, значит, с лирикой относительно нашего прекрасного шоурума я тоже заканчиваю, ну, и приступим к нашей теме. Значит, какие работающие активы, да, ну, мы все знаем, конечно, три кита антиэйдж-ухода, это, и вообще, как говорят, действующего ухода, это кислоты, пептиды и ретинол, да, к ним я еще добавляю, конечно же, очень важный момент, это антиоксиданты, мы сегодня тоже их разберем, и средства с ними, вот, также средства очень важны, уже, как бы, барьерные, потому что сейчас у нас, к сожалению, ну, экология не улучшается, увы, и, например, средства с функцией антиполюшин, они уже, так сказать, просто стали необходимостью, да, потому что мы должны защищать кожу от полютантов, от всяких там частичек, которые витают в воздухе, которые могут быть и на улице, смог, тяжелый металл, и всякие там элементы сажи, там, горения и прочее, вот, и даже дома мы тоже от этого не, к сожалению, не застрахованы, потому что мебель, например, сделанная из ДСП, очень часто выделяет воздух, вещества, которые плохо влияют, ну, не только на кожу вообще, на организм, на органы дыхания, например, также пыль домашняя и прочее, и прочее, да, поэтому средства, которые создают, помогают нашей коже, да, барьерную функцию улучшить, они тоже важны, но это больше как бы барьерные средства. Мы сейчас больше внимания, конечно, в этом вебинаре уделим активам, которые глубоко проникают в кожу и работают на уровне глубоких слоев эпидермиса и, возможно, даже дерма. И первый актив, который я бы хотела рассмотреть, это ретинол. Ретинол – это традиционно многолетний уже проверенный ингредиент, который работает как с воспалениями, так и с возрастными изменениями. И, например, за пределами Российской Федерации есть даже средства, зарегистрированные с, например, с тем же самым третинаином, да, с ретиноевой кислотой, которую можно применять не только при проблемной коже, но и когда нужно уменьшить взрастные изменения, да, затормозить их. У нас, к сожалению, в России нет средств, которые именно с целью антиэйдж, да, применяются, и можно их купить, например, те же самые кремы с третинаином именно для коррекции взрастных изменений. У нас есть варианты ретиноевой кислоты, которые являются медозделиями, чаще всего применяются именно для терапии акне. Вот. Но есть у нас косметический ретинол, да, и тут надо разобраться, какая у него будет форма, чтобы он работал. То есть, если это эфиры ретинола, то есть ретнилпульметат и ретиноацетат, то в цепочке превращений их в ретиноевую кислоту, а в коже все-таки ретинол должен, ну, то есть витамин А должен стать ретиноевой кислотой для того, чтобы подействовать на нее, вот, оказать свои действия, то, конечно же, эти эфиры, они не успеют, скорее всего, превратиться в ретиною кислоту или настолько мало будет их воздействия, что считать их ингредиентами, которые способны затормозить старение, конечно же, нельзя. Ну и, соответственно, на воспаление они тоже там действуют, скорее всего, не будут. Они добавляются в косметические средства, как правило, с целью сохранить состав окисления или там, допустим, с антиоксидантной целью, да, или, допустим, с какими-то вспомогательными ролями, да. А если же у нас в составе есть чистый ретинол или ретинол чистый, но упакованный, инкапсулированный в липосомы, что еще лучше, потому что он будет проникать глубже, при этом меньше будет давать раздражающего побочного действия. Или если это, допустим, ступенечка такая перехода в ретинолую кислоту, как ретинальдегид, это производная, да, единственное, что ретинальдегид, он, к сожалению, значительно менее стабильный, чем ретинол чистый, поэтому его реже можно встретить, и средства с ним имеют определенные нюансы хранения, хотя ретинол чистый тоже надо внимательно, как говорится, относиться к его хранению, и об этом я тоже скажу. Вот, и, собственно, чистый ретинол, то есть он так и пишется в составе по инке ретинол, либо он может быть ретинальдегид, вот эти производные, они уже работают как фактически третинаин, то есть это его предшественники, и они имеют и действие подобное, да, третинаину, и, к сожалению, имеют и побочные эффекты, которые ему свойственны, потому что это непосредственно такой, грубо говоря, один или два шажочка до ретиноловой кислоты. Соответственно, косметический ретинол, да, он более мягкий, нежели ретиноловая кислота, которая не используется в косметических средствах, ее запрещено там использовать, то есть средство с ней должно быть зарегистрировано как медизделие, вот, то есть лекарство. И, да, побочек меньше, но опять-таки они все равно будут, и они могут варьировать в зависимости от изначального состояния кожи, то есть насколько она чувствительная, насколько истончен эпидермис, например, насколько, как говорится, это все у нас в начале применения, да, насколько все плохо или хорошо. Так вот, сначала всегда ретинол применяется в наименьшей концентрации, то есть у нас в Гельтек есть сыворотки с двумя концентрациями, да, это 0,25 и 0,5 по самому ретинолу, там есть, конечно, еще вспомогательные вещества, там есть неоцинамин, там есть витамин С в стабильной форме, хочу заметить, да, которая не требует кислой среды, которую можно сочетать в одном средстве с чистым ретинолом, потому что такие вопросы тоже часто задают, потому что в сети очень много информации, люди путают форму, например, витамина С кислую, L-ascorbic acid, с стабильными формами, такими, как аскорбилглукозид, аскорбилтетризбальметат и так далее, вот, и там есть свои нюансы, потому что витамин С, он, например, в кислой форме, да, в форме L-ascorbic acid, он действует как пилинг, рабочая его концентрация достаточно высока, да, чтобы он поработал, действительно, а стабильные формы, они являются антиоксидантами, они работают именно как позитивную стимуляцию, то есть как антиоксидант, как защита кожи от, например, агрессии внешней среды и действия ультрафиолета, они тормозят эти вот реакции перекисного кисления липидов на коже, как другие антиоксиданты, вот, и поэтому, например, стабильная форма витамина С прекрасно можно использовать, в отличие от кислых форм, в первой половине дня, и можно использовать в сочетании, опять-таки, с ретинолом и с неоциномидом, да, но там свои есть, конечно же, нюансы именно вот использования определенных форм, определенной концентрации, определенные базовые должны быть вещества, которые будут поддерживать эту формулу и не давать ей там развалиться или там окислиться, или наоборот, оказать, например, раздражающее действие. Значит, начинать ретинол применять нужно всегда с минимально возможной концентрацией, и у нас это 0,25. Соответственно, там, естественно, в составе есть еще и увлажняющие, питательные компоненты, есть антиоксидант витамин Е, например, есть влагоудерживающие компоненты, антиполюшен, такие как фукагель, к примеру. И, несмотря на все эти смягчающие ингредиенты, все равно ретинол – это достаточно злой компонент. Поэтому особенности применения активного ретинола, они будут правомерны для любой формы ретинола, активной, да, я имею в виду не какой-нибудь там гель или крем с ретинилопальметатом в составе, где-то там в конце состава, между консервантами и отдушкой, которые, собственно, выполняют роль именно легкого антиоксиданта, да, а не ингредиента, который будет глубоко действовать, стимулировать обновление кожи, стимулировать выработку коллагена властина в дерме, да, как бы потому что он запускает целый каскад реакций в коже, активирует метаболизм клеток, то есть у ретинола очень много всяких эффектов. Так вот, учитывая то, что ретинол в пероральной форме, например, вызывает ротогенные действия на плод, особенно, ну, естественно, проверяют это все на животных, да, проверяли, да, и, конечно, никто в здравом уме не будет тестировать средства с ретинолом на беременных женщинах, поэтому, учитывая то, что есть такие свойства у ретинола, которые поменяются перорально, да, и это как раз относится к лекарственным средствам, с ретинаидом, ну, известным всем под названием, например, ракутан, вот, то и средства топические, то есть для наружного нанесения их тоже нельзя применять при беременности и планировании, ну, потому что, как бы, за ретинолом пероральным вводится такой грешок, да, соответственно, зачем рисковать, если мы запланировали беременность или уже беременны. Другое дело, что, конечно же, при наружном нанесении ретинол не будет оказывать, ну, то есть он не прогнутнет в таком количестве, чтобы попасть в кровоток системный к плоду и что-то там вызвать, просто если человек, например, пользовался кремом с ретинолом и вдруг узнал, что он забеременел, просто надо отменить этот крем и пользоваться им уже, когда родил. Вот, и даже бывают такие ситуации, когда девушка-женщина там сделала, например, желтый пилинг, то есть это достаточно большая концентрация ретинола используется и достаточно агрессивная процедура, и потом она узнает, что она беременна, да, вот, и, ну, когда она не планирует, а случайно, да, это же происходит такое, тоже в жизни бывает, то, конечно, это не означает, что она бежать должна и там прерывать эту беременность, вот, а просто прекратить применение средств с ретинолом, да, может быть, более тщательно отнестись к скринингам, которые во время беременности проводятся, и, в общем-то, ничего такого страшного с ней не произойдет, вот. Вот, да, 1%, кстати, ретинола, Оксана, это практически самая высокая концентрация, которая разрешена для косметического средства, 1%, вот, это очень большая концентрация, и на самом деле она самая агрессивная, вот, поэтому, нет, конечно, даже 0,25 и 0,5 нежелательно, ну, вот я говорю, единственное, что если там какой-то как антиоксидант, там, ретинол, полиметат добавлен где-нибудь в конце состава, после консервантов, то это не страшно, в принципе, можно такой крем использовать, вот, но если там активный ретинол, именно как самое главное действующее счет, в общем, как хедлайнер состава, да, то лучше при планировании беременности такие средства сразу не применять. Вообще, если вы хотите курсом ретинол применять, и у вас стоит вопрос о беременности, ну, я уже сказала об этом, Оксана, что, как бы, не опасно, да, в том смысле, что вы вот узнали, что беременны, и прекратили, да, период выведения ретинола достаточно невысокий, даже перорального, вот, поэтому здесь, ну, как бы, зачем рисковать то, что никто не исследовал, да, в здравом уме, понятно, никто на беременных не будет исследовать то, что, например, при приеме внутрь обладает конкретным тератогенным действием, да, то есть вызывает мутации плода, вот, поэтому специально применять, когда планируешь беременность или уже забеременную, конечно, это не надо, да, и более того, люди, которые, так сказать, ответственно к этому вопросу подходят, если они планируют, например, серию желтых пилингов или применение курсом, а курс достаточно длительный у ретинола, чтобы он повоздействовал нормально, то есть это 3-4 месяца как минимум, а то и полгода надо пользоваться подряд, вот, и просто сдается анализ на БЭТ-ХГЧ, и мы уверены на 100%, что беременности нет на момент проведения процедуры желтого пилинга, наверное, и так далее, да, то же самое, как с аппаратными процедурами, да, мы же не можем беременным их делать, вот, и если женщина не уверена, что она достаточно хорошо предохранялась, да, то можно просто сдать БЭТ-ХГЧ, и он покажет беременность, даже когда еще никакой тест, который делается по моче, не покажет, вот, так что здесь, в принципе, это не проблема, на следующий день результат есть уже анализа, поэтому это несложно. На самом деле, да, когда мы с какими-то высокоактивными субстанциями работаем, да, нужно, конечно, перебдеть лучше, чем недобдеть, вот. Значит, что касается концентрации 0,5, да, это, так сказать, концентрация, которая уже выше, да, за ней следует 1% ретинол, например, и, соответственно, 0,5 уже используется тогда, когда мы, там, 3-4 месяца попользовались 0,25, или, там, может быть, поменьше, просто кожа более грубая, более плотная, например, она хорошо его переносит, можно перейти раньше, там, например, 0,5, но, как бы, состав тот же самый, только ретинола в два раза больше. Он еще более агрессивный, он опять даст толчок к новой стимуляции, обновлению кожи, у нас будет, как говорится, она, возможно, опять еще улучшится, там, краснеть и становится чувствительной, вот, и я не рекомендую, кстати, 0,5 брать сразу, даже если вы были на ретиноле других производителей, потому что иногда бывает, что переходит, например, с испанского ретинола, еще какого-нибудь, ну, я имею в виду не третинаин, конечно, а третинаин будет сильнее, чем косметический ретинол, вот, а просто свет с ретинолом, иногда бывает, что они, например, концентрация написана больше, например, чем 0,25, да, 0,5, а по сути он может быть послабее, да, поэтому лучше, конечно, всегда начинать с 0,25, в конце концов, один флакончик 30 мл, он достаточно, как бы, быстро закончится, там, ну, месяца полтора-два, да, где-то, ну, может быть, чуть дольше, потому что мы все-таки, сейчас я проговорю еще правило, да, как его наносить на начало, и можно тогда потом уже перейти на более высокую концентрацию, потому что он достаточно злой, 0,5 ретинол у нас, и, в общем, не всегда с него надо начинать, то есть лучше все-таки с 0,25. Вот, значит, следующие правила какие, да, то есть то, что при беременности планирование, это понятно почему, да, то, что при меня, это нефтяк, да. с Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ретинол всегда применяется вечером, активно ретинол, потому что он, во-первых, плохо переносит солнечные лучи, даже если это не лето, да, или там вы не на пляже, то просто солнечный свет, он способствует его быстрому разрушению и окислению их кожи. И, в общем, в принципе, это даже, скажем так, более важная причина, чем то, что он может, допустим, повышать фотосенсибилизацию кожи. Потому что насчет фотосенсибилизации есть исследования, есть какие-то сомнения, что, ну, не так уж он сильно повышает фотосенсибилизацию, да, то есть чувствительность кожи к фиолету. Но вот сам он разваливается и, соответственно, будет действовать хуже, поэтому его всегда наносят вечером. Ну и по опыту, да, вы, наверное, знаете, как специалисты, вот кто является специалистом, да, то, что, например, противоспалительные средства для кожи с акне, например, на основе, например, синтетических ретиноидов и дополена тоже применяются вечером. Их не нужно применять в первой половине дня. Вот, наносятся в небольшом количестве. Ну, вообще, играя кратностью нанесения и количеством нанесения, да, мы всегда можем вот как раз корректировать вот эти самые побочные явления, которые выражаются как раз в повышении чувствительности кожи, раздражении, покраснении и шелушении. Так вот, на лицо нам нужна горошинка, ну, это где-то одно нажатие вот как раз дозатора. И на шее, там, если мы применяем, да, то еще будет одна горошинка с шеей. Кстати, надо быть осторожнее, а также с зоной вокруг глаз, то есть наносить по косточке, потому что он сам очень хорошо дефундирует кожу. И ретинол вообще, даже если вы на лоб нанесли, может, как говорится, просочиться кожу зоной вокруг глаз и даже вызвать там вот эти вот побочные явления. Например, лоб все нормально, среагирует, там кожа более плотная, а вокруг глаз будет покраснение, может даже легкий отек быть. Поэтому надо быть осторожнее. По поводу шеи, на шее кожа тоже достаточно тонкая, она тоже сальных звезд не содержит такое количество, как, например, Т-зона, да, на лице. Да, с полки на глаза, фактически правильно заметили. Вот, и на шею мы тоже, например, с осторожностью будем ее наносить, тоже не переборщить, потому что, например, лицо может уже не реагировать на ту же концентрацию 0,5, хорошо к нему относиться, к этому ретидерму 0,5. А, например, шея может краснеть, шелушиться, реагировать, ну, и то есть может быть раздражение, красные пятна. Поэтому иногда даже, если, допустим, шея реагирует каким-то таким вот повышением чувствительности на более высокую концентрацию, когда вы на нее перешли, то можно, например, на шее оставить 25-й ретинол, да, а лицо, например, уже, как говорится, ухаживает за ним при помощи ретидерма 0,5. Вот такие тоже лайфхаки есть. Вот, что касается, то есть большое количество не надо наносить, потому что количество коррелирует с агрессивностью самого препарата. Вот, правило сухой кожи, что это означает, да, то, что мы наносим ретинол всегда через, там, минут 15-20 хотя бы, лучше, там, если кожа сухая, например, через полчаса после умывания. И это делается не для того, что просто нельзя на влажную, понятно, что если вы даже еще и на влажную кожу после тоника сразу и после умывания нанесете, то да, побочек будет больше. Это относится и к адапалену, да, и тазаратену, то есть к тем веществам, которые используются при лечении акне. Там то же самое надо советовать пациентам, просто когда у тебя в КВД 15 минут на пациента с оформлением документации, не всегда успеваешь не то, что там советы такие дать, но и домашний уход разобрать, но это вообще нереально, и даже гигиенические какие-то рекомендации дать не всегда успеет врач. Вот, поэтому, например, если у косметолога, врача-косметолога или там косметолога с медсестерским образованием есть полтора часа на консультацию клиента на подбор ухода, или вот он пришел, допустим, в нашу урон проконсультироваться бесплатно, у косметолога просто подобрать уход, то все эти советы он получит, и у него будет шанс меньше побочных эффектов, как говорится, поиметь от этих средств, которые потенциально могут кожу сделать более чувствительной. Так вот, для чего нужно на сухую кожу наносить, то есть ждать после умывания, чтобы у нас кожа успела выработать немножко кожного сала своего, да, ну, насколько это возможно, в зависимости от типа кожи. И тогда уже ретинол будет не столь, так сказать, агрессивен. Кроме того, он будет лучше распределяться, плюс, например, липосомальный ретинол в вот этих фосфальпидных капсулах, он даже, возможно, глубже и лучше проникнет, если кожа не обезжиренная, да, когда мы наносим. А чисто ретинол у нас как бы в обоих препаратах, сочетания липосомального и чистого ретинола, он, конечно, чуть более агрессивный, чем липосомальный, и он как раз на свежеобезжиренной коже даст раздражение скорее, чем если вы будете наносить, как положено, через 15-20 минут или через полчаса, в зависимости от типа кожи, после умывания. Вот, поэтому правила сухой кожи надо соблюдать, клиентам своим об этом рассказывать. Вот, соответственно, не наносить ретинол на поврежденную кожу, на чувствительные участки, допустим, у кого-то чувствительная кожа, может быть, вокруг носа там или вокруг глаз, не надо, чтобы туда попадал крем с активным ретинолом. После повреждающих процедур отменяем ретинол, естественно, за там какое-то время, ну, в зависимости от степени повреждения этой процедуры, да, перед глазом на шлифовку желательно хотя бы за 2 недели отменить, перед посещением, поездкой на, например, юг, да, тоже лучше отменить за 2, даже 3 недели, может быть. То есть нежелательно, да, ну, 2 недели, в принципе, это нормально. Вот, за несколько дней перед какими-то другими повреждающими воздействиями возможными, да, удаление по пилому и так далее, тоже к этому относятся. Вот, единственное исключение составляет ретинолевые желтые пилинги, к которым, наоборот, ретинолом готовят кожу, да, и кожа должна ретинизироваться, то есть накопить этот ретинол, прежде чем мы, как говорится, ошарашим нашу кожу в более высокой концентрации в виде пилинга, например. В пилинге может быть там и 5% ретинола, например. Но это такое единовременное воздействие, которое потом требует реабилитации. То есть ретинолевые пилинги, они не безобидные такие, то есть это не какой-нибудь наш там всесезонный миндальный пилинг, который нанес и пошел на выход, как говорится. Здесь после ретинолевых пилингов, естественно, требуется реабилитация какая-то, то есть человек шелушится, покрывается корками, потом они отшелушиваются. То есть это такое достаточно агрессивное воздействие. И вот к нему, чтобы он равномернее подействовал, чтобы меньше было после пилинга уже каких-то осложнений, или наоборот, недостаточной эффективности, как раз кожа готовит средствами с ретинолом. Для этого как раз используется ретинолом 05, можно его использовать, ну или какие-то аналоги тех фирм, чьи пилинги вы делаете. И они используются уже в более агрессивном режиме, то есть практически ежевечерне, например, и кожа начинает уже проходить через побочки на фоне подготовки, и потом как раз спустя месяц, например, делается сам желтый пилинг. Но это не относится к домашнему рутинному уходу. Единственное, иногда можно там сэкономить, не взять, например, ту же самую 0,5 концентрацию для подготовки к какому-нибудь более, ну не нашему пилингу, вместо того средства, которое предлагает производитель, если оно там, допустим, сильно дороже для пациента. И хуже от этого не будет, потому что действующее существо одно и то же, и качество тоже очень хорошее. Вот. Также после пилингов желтых продолжается уход средствами с ретинолом, то есть как бы добивается, можно сказать, этот эффект, догоняется пациент этими средствами, под контролем, конечно же, специалиста. И тогда можно уже использовать, например, низкую концентрацию ретинолом 0,25, можно использовать не каждый день и так далее. Вот. По поводу нанесения не каждый день. Это очень важно, когда человек начинает пользоваться ретинолом. Вообще ретинол ежедневно наносить, я считаю, только при подготовке к ретиновым пилингам имеет смысл. Во всех остальных случаях оптимальный режим – это самое частое применение – это через день, более редкое применение, если в этом есть необходимость, нет необходимости, скажем так, более частного применения, это 2-3 раза в неделю. То есть мы можем спокойно в нашу рутину вводить другие активы, какие-то этиоксиданты и увлажняющие активы, и пребиотические, пробиотические компоненты. При этом мы можем в неделю 2-3 вечера, выделить на то, что у нас будет ретинол сильно действующий работать, и больше никаких средств в это время мы наносить не будем. И такой же режим 2-3 раза в неделю – это для начинающих, кто только знакомится с ретинолом. То есть мы берем ретинер, допустим, 0,25% концентрации, и применяем, например, 2-3 раза в неделю вечером на сухую кожу, не больше горошина на лицо и 2 горошина, соответственно, если мы еще используем на декольте. Кстати, не забывайте наносить на тыльную поверхность рук, я тянул. Вот. И таким образом мы в этом режиме находимся месяц-полтора, и только потом переходим на более частое применение. То есть все это нужно советовать пациентам для того, чтобы опять-таки минимизировать побочки. И если есть необходимость, кожа достаточно грубая, плотная, толстая, там комбинированная, жирная, с расширенными порами, да, мы можем использовать через день, плюс с расширенными порами очень хорошо будет работать ниацинамид, который здесь тоже есть в составе, и все будет хорошо, да. Если кожа тонкая, чувствительная, то вполне возможно, что эти 2-3 раза в неделю это будет тот максимум, который вообще пациенту нужен. Больше и не надо. То есть чаще. И в то время, когда мы начинаем использовать ретинол, хорошо бы добавить в уход побольше барьерных средств, побольше каких-то средств, которые увлажняют кожу глубоко, то есть содержащие там ультрамолекулярную гиалуроновую кислоту, например, высокомолекулярную, чтобы трансэпидермальная потеря влаги не увеличилась. И тогда у нас, кстати, кожа очень хорошо и комфортно перенесет это все. По поводу вопроса ретинола на вашем уходе в Южном регионе, смотрите, тут, конечно, все зависит от того, насколько тщательно человек защищается от Солнца и как он вообще на Солнце появляется, да, сколько он там проводит времени, потому что на самом деле люди живут в разных регионах, да, например, в том же, я не знаю, там в Америке, в Калифорнии, в Майами или там в Израиле, ну, солнечных дней в году значительно больше, чем в средней полосе, поэтому, естественно, женщины делают и желтые пилинги, и вообще ретинол очень, на самом деле, популярен, да, например, в том же Израиле, потому что мы все знаем, да, фирмы Джиджи там, фирмы, там, Холиленд и так далее, то есть очень много израильской косметики, которая достаточно агрессивный компонент, Кристина тоже, да, имеет, и рассчитана как раз на работу с плотной кожей, там, с проблемной кожей, конечно же, и с возрастной в том числе, да, и поэтому, конечно, люди, проживающие в таких регионах, которые, скажем так, ближе к экватору находятся, да, по количеству Солнца, естественно, можно применять ретинол. Другое дело, что тогда человек должен очень тщательно защищаться от Солнца, вот, то есть в дневное время на фоне применения ретинола человек использует, во-первых, максимальную защиту, ну, например, если из Гильтек брать, то это мультипротектор 50+, то есть никакой там крем для комбинированной кожи СПФ-15 или там крем увлажняющий СПФ-10, конечно же, уже не подойдет, вот, то есть 50+, либо какие-то еще санблоки, да, и нужно следить за тем, чтобы обновлялся этот СПФ, ну, то есть средства с СПФ вовремя, то есть вы два часа подряд или два часа в совокупности находитесь на свету, условно говоря, то нужно, значит, снять предыдущий слой крема, может, мицеллярной водой и тоником, потом нанести следующий, да, а если вы используете санблок минеральный, да, без химических фильтров, то можно просто один поверх другого наносить, вот, то есть это важно, плюс используется еще механический способ защиты, то есть это широкие очки такие большие, крупные, да, это широкополые шляпы какие-то, бейсболки, не знаю, то есть как бы, кроме того, люди стараются не выходить на солнце, когда оно наиболее активно, да, то есть стараются как-то избегать, да, длительного нахождения там, вот, поэтому здесь, если все это соблюдать, то можно и в южных регионах использовать даже летом ретинол, хотя для нашего человека, да, это немного непривычно, мы все привыкли делать на лет перерыв, все-таки там где-то июнь, июль, август, не пользоваться им, да, если мы не готовы вот так вот скрупулезно защищаться от солнца, а наоборот планируем там отпуск, пляж и прочее, да, конечно, тогда не нужно использовать ретинол. Можно перейти на другие средства, о которых мы чуть позже поговорим, которые обладают достаточно мощными антиозрастными свойствами, тептида, например, вот, поэтому вот так, да, не зимой, но в осенне-зимний период скорее, да, но вот если я говорю соблюдать все эти нюансы, то женщины, которые проживают постоянно в регионах, где нет зимы, да, они прекрасно используют ретинол, но просто они привыкли защищаться от солнца немножко по-другому, чем мы. Вот, надеюсь, я ответил на наш вопрос. Вот, что касается прогнозируемых побочных эффектов, да, как я уже говорила, это может быть шелушение, покраснение, это может быть какое-то раздражение легкое, да, и все это корректируется кратностью нанесения и иногда количеством препарата, да. Бывает, что эти раздражающие всякие свойства ретинол начинает проявлять больше, чем хотелось бы, да, если мы наносим слишком много, да, или если мы наносим слишком часто. И если мы, допустим, получив раздражение и повышение чувствительности, очень сильно отменим на, там, 4-5 дней ретинол, а потом заново уже начнем его применять, уменьшив кратность, да, то есть, как бы, наносим опять, там, 2-3 раза в неделю, если мы, несмотря на то, что мы перешли до этого уже на режим через день, то, в принципе, все это мы вот так вот коррелируем, корректируем мягенько и кожа нормально начинает его воспринимать. Смягчающие, увлажняющие средства, они минимизируют побочные эффекты, да, но иногда бывает, что мы, опять-таки, смотря на пациента и зная его, кожу, видя, что там выражен гиперкератоз или, там, допустим, кожа плохо обновляется замедленно, мы можем даже помочь ей отшелушиться быстрее, например, как к каким-то небольшим процентом кислот, но это уже, как говорится, для продвинутых. Вот поначалу, конечно, не стоит сочетать ретинол с кислотами, если, как говорится, не знать точно, как это сделать, чтобы себе сильно не навредить. Потому что все-таки барьерную функцию мы по-любому должны сохранять, потому что кожа должна ее, функция кожи защищает нас от агрессии внешней среды, да, поэтому мы не должны постоянно разрушать, да, она будет не успевать восстанавливаться. Но ретинол – это как раз средство, которое работает через повреждения, то есть оно, да, подострое, да, не такое сильное, как, например, если пилинг, мы делаем или лазерную шлифовку, но это все равно не позитивная стимуляция, когда мы какими-то компонентами стимулируем выработку чего-то, да, например. Да, здесь мы должны сначала отшелушить, сначала эпидермис истончается, он становится более тонким, и как раз в этот период наибольше проявляются эти побочные эффекты, которые мы, в принципе, пользуясь активным ретинолом, даже ждем от этого препарата, да, и даже существует такое мнение, что, ну, если там ничего не шелушится, с общенькой реакции на ретинолом нет, ну, типа он вообще какой-нибудь не такой, да, но, с другой стороны, например, все зависит от кожи, бывает не очень чувствительная кожа, достаточно плотная, и она, например, на 0,25-е не будет реагировать там выраженным шелушением, а на 0,5-е может все реагировать, вот, или шея будет реагировать, а ретинол, например, не так сильно, тем более, что косметические средства все-таки для того и рассчитаны, да, и для того используется, например, липосомальный ретинол, чтобы минимизировать побочки, но при этом не потерять в эффективности. Но раздражение мы фактически немножечко даже ждем. Вот, и получается, что когда у нас эпидермис потом уже начнет утолщаться, то есть у нас роговой слой будет более равномерный, более качественный будет, так сказать, состав кожного сала, там уже и нитианамид поможет, и сам ретинол, он способствует выработке правильных церамидов, да, липидный слой у нас будет более состоятельный. И за счет того, что повлияет ретинол на фибробласты дермы, да, они будут вырабатывать структурные белки более активно, для этого им нужно время, хотя бы два месяца, там, чтобы перестроила соединительная ткань. И тогда кожа начнет уплотняться, разглаживаться морщины, и все вот это вот как раз придет к тому, что мы получим тот эффект, который мы, собственно, ретинола ждем. То есть вот это вот пресловутое омоложение. А как бы до этого мы должны пережить вот этот вот, ну, фактически, как мы переживаем после пилинга, какой-то революционный период, да, неделю-две, да, также мы здесь переживаем его только в более растянутом по времени и мягком варианте. То есть здесь все-таки мы как бы подстегиваем, подкармливаем, да, нашу лошадку, да, они сразу ее как бы загнали, и она упала, и потом восстанавливается, как после пилинга или шлифовки. Ну, вот примерно так вот я могу объяснить. Вот, перейдем к следующему активу, который тоже хорошо работает в антиэйш-программах, это, конечно же, кислоты. Здесь у меня перечислены на слайде средства, которые у нас в Гильтек есть, да, но я предпочитаю вообще информацию подавать так, чтобы вы могли, так сказать, имея ключ, подход, да, ко всему, не обязательно только в нашей марке ориентироваться, да, то есть вы знаете состав, да, знаете, где стоит этот компонент, да, в составе, сколько он должен, как он должен выглядеть, и вы можете любую средство, да, какое-то, ну, хорошее, желательно, качественное, конечно же, вот, взять, посмотреть состав и увидеть, подойдет оно вам или нет, да, содержит оно те компоненты, которые вы хотите, чтобы там были, да, чтобы они вашу проблему решили, и таким образом можете в любой линейке сориентироваться. Так вот, в Гильтек у нас АХ-кислоты, то есть альфагидрокискислоты, содержатся в освежающем тонике серии Вайтнинг, да, то есть там полный набор этих кислот, но небольшой его процент, вот, поэтому он может использоваться в ежедневной рутине, можно использовать несколько раз в неделю, можно использовать даже там ежевечерний, например, чаще всего второй половин дня все-таки используются средства с кислотами тоже, вот, и можно его встраивать в программу ухода за кожей, и за проблемной, и просто за кожей, например, обезвоженной, гиперкератозной, то есть там небольшой процент этих кислот. Энзимная пектиновая маска – это легкий пилинг, там тоже есть молочная кислота, то есть АХ-кислота, и есть фермент папаин и мочевина, которые разрыхляют эпидермисы. Естественно, энзимная маска используется не каждый день, она используется один-два раза в неделю, вот, для того, чтобы почистить поры, да, убрать, опять-таки, проявление гиперкератоз, то есть повышенного роговения эпидермиса, который придает тусклый цвет лица, такой грубоватый, да, на ощупь она становится, если кожа плохо отшелушивается, а так как мы разговариваем сегодня все-таки больше с упором на антиэйдж, то с возрастом мы все знаем, что кожа, к сожалению, обновляется медленнее, вот, не за месяц, как, например, у 20-летнего субъекта, да, в 45 лет будет обновляться, а и все два. Вот, поэтому у нас и постакны уходят сложнее, да, когда у нас акна-тарна, да, у взрослых, и какие-то повреждения на коже, и пигментные пятна появляются, это все связано с тем, что кожа начинает плохо обновляться, в первую очередь. Кроме того, у нас есть средства, которые именно можно использовать практически ежедневно, да, и можно его, опять-таки, встраивать в рутины с проблемной кожей, понятно, потому что альфадерм, да, я имею в виду, содержит миндальную кислоту, а миндальная кислота имеет хорошими антибактериальными свойствами, а также прекрасно работает эта сыворотка как раз в антиэйдж-программах, то есть когда нам нужно, опять-таки, подстегнуть немножко обновление, но без излишней стимуляции, без лишней агрессии, ретинол будет более агрессивной, чем АХ-кислоты в составе альфадерма, вот, поэтому, если вы хотите что-то, с чего-то начать, да, такого, что стимулирует, но боитесь ретинола, то лучше взять альфадерму, например, то есть кислоты, вот, и начать с этого. Миндальная кислота, там, опять-таки, комплекс кислот, весь, все АХ-кислоты, которые можно себе представить, плюс немножечко салициловая, это БХ-кислота, которая есть в освежающем тонике, их можно вместе комбинировать, кстати, завершать очищение освежающим тоником, потом наносить альфадерму. Здесь как раз не нужно ждать никаких, там, полчаса, можно практически сразу наносить. Вот, альфадерму у меня здесь тоже есть, сейчас вам стукку покажу. Они у нас, на самом деле, ну, кто давно с нами знает, все очень нежные, все хорошо впитываются, это флюид, флюид, ойл-фри, без масел, вот, и он прям моментально, на самом деле, впитывается, все его вобью, кожа становится матовой, и, в общем, никаких вообще ни пленок, ни ощущения каких-то какого дискомфорта, он не щипит, как правило, но если только кожа раздраженная, там, где-то, я не знаю, был масло, там, крылья носа, может чуть-чуть пощипать, но это быстро очень проходит. Здесь очень хороший увлажняющий комплекс Акваксил, если кто-то помнит нашу и пользуется маску Акваудовольствия, вот как раз в ней тоже этот комплекс представлен. Это глюкоза с ксилитом, по сути, который очень хорошо удерживает влагу и, как бы, дают такое глубокое увлажнение. Вот, ну, здесь есть Дмайя, Дмайя здесь такой больше поддерживающий компонент, но лифтингу тоже дает легкий, и сок Алоэвера, который кожу успокаивает. То есть Альфа-Дерн – это такое кислотное средство для регулярного ухода, которое можно применять постоянно, фактически, да, но, опять-таки, по необходимости. Нам не нужно, например, круглый год применять кислотные средства, более того, мы можем кислотные средства применять не каждый вечер, не каждый день. Вот, и встроить его в свою рутину так, чтобы кожа обновлялась, но при этом не шелушилась, не становилась раздраженной. Ну, и наибольший процент кислот из наших средств, конечно же, есть в нашем всесезонном геле-пилинге с миндальной молочной фируловой кислотой. На самом деле, я в конце бедара, да, протокол дам, прям, если кому-то будет интересно, как бы, как его можно носить. На самом деле, там ничего сложного нет, пилинг достаточно мягкий, поэтому и считается всесезонным, но, опять-таки, надо понимать, что если мы делаем всесезонный пилинг летом, да, то мы должны просто железно защищаться от солнца, да, тогда лучше и не браться за это. Вот, всесезонный, это называется потому, что все эти три кислоты, они не являют, не обладают выраженной фототоксичностью, более того, они не сильно глубоко проникают, как, например, гликолевая кислота, да, и не вызовут, скорее всего, пигментацию человека, да, но понятно, что если мы сделаем летом всесезонный пилинг, пойдем загорать, то пигментация нам будет обеспечена, это надо понимать. Вот, дальше перейдем от кислот к пептидам, да, пептиды – это такие ингредиенты, которые наиболее, скажем так, относятся к разряду ноу-хау, там, современным и так далее, но есть, на самом деле, пептиды, которые уже много лет применяются, и доказательная база у них, на самом деле, эффективности очень зрелая, да, и если открыть, например, какие-то такие ресурсы, где мы ищем информацию, например, когда хотим ее действительно правильную найти, а не какие-нибудь там форумы, да, это там UpToDate или PAMMED, и здесь как раз достаточно много исследований можно найти практически по всем этим пептидным компонентам, тот же триплетит меди или аргирелин, это уже, на самом деле, матриксилы, да, они, как бы, применялись уже достаточно давно, и свою эффективность подтвердили. Исследования, в том числе, по КИ, то есть плацебо-контролируемые, рандомизированные исследования когортные, вот. Поэтому самый наш препарат, который уже давно с нами, это Мерилакс сыворотка, там 7-процентная, достаточно большая концентрация аргирелина. Аргирелин, как известно, это пептид Мерилаксант, он работает там, где есть у нас мимические морщинки, нет смысла его, в принципе, наносить на все лицо. Если там один только аргирелин, да, работает, или какие-то другие, именно Мерилаксантные пептиды, аля там Синейк, Леофасил и так далее. Вот. И аргирелин наносится, естественно, все средства с пептидами желательно наносить первыми в уходе, да, то есть вы почистили кожу, да, очистили ее, да, каким-то мягким средством очищающим, потом протонизировали, и потом вы наносите первую самую пептидную сыворотку, если у вас какой-то комплексный многослойный уход предполагается. Потому что они должны внедриться достаточно глубоко, должны суметь подействовать, найти тот рецептор, с которым они должны, грубо говоря, сцепиться, чтобы оказать свой эффект. И аргирелин в данном случае наносится на область вокруг глаз, в область межбровья переносицы, лоб, ну, в меньшем случае, как говорится, можно, конечно, на кисетные морщинки, да, вот если в области рта. Но, как известно, на круговую мышцу глаза, пептиды мелоксанты, извиняюсь, круговую мышцу рта, я говорила, да, вот, пептиды мелоксанты в меньшей степени влияют, нежели, например, на верхнюю треть лица. Ну, и в носогубной складке, например, вообще бесполезна масса с аргирелином, потому что это статическая, а не мимическая морщина. Вот, также есть тут антиоксидант в составе, и гиалуроновая кислота, которая увлажняет, удерживает влагу, высокомолекулярная. Вот, поэтому вопрос прибежал тут. Можно ли применять сольт-кретинолом и ссиционный пилинг вместе? Нет, лучше, конечно, сделать, например, курс пилингов, а потом уже заняться ретинолом, например, если будет в нем такая необходимость. А может быть, вам достаточно будет продолжить кислотами уход. Просто чередовать не стоит, потому что ретинол, он такой очень коварный, да, то есть мы можем наносить его несколько дней, и казалось бы, да ничего, а наоборот, лицо такое румяненькое, свеженькое, хорошее становится. А потом как начнет реагировать, да, просто на воду, да, будет сжечь, щипать, и на свой привычный крем вы его наносите, а у вас пылает лицо, да, от вашего привычного крема. Это вот начинает проявляться вот этот вот эффект ретинола, да. И, в общем, это нормально как бы, но лучше в этом плане не рисковать. Поэтому если вы, например, начали уже ретинол, то продолжайте ретинол, добавьте для отшелушивания лучшего или для профилактики черных точек, например, энзимную маску 1-2 раза в неделю. Это можно вполне. Вот, пилинг лучше делать все-таки курсом, как правило, да, я об этом как раз в конце еще упомяну, где-нибудь раз в 5-7 дней, и сделать курсом 5-6 процедур, да, и потом уже, допустим, через какое-то время начать постепенно вводить ретинол в уход. Вот так бы я сделала. Вот, значит, вернемся к Мерилаксу, да. Кому лучше всего использовать Мерилакс? Я считаю, что Мерилакс – это оптимальная вещь для людей, скажем так, до 30-ти, потому что с появлением сыворотки 5-пептидов, конечно, тем, кому за 35-35-40-45+, уже, ну, Мерилакс будет немножко слабоват, потому что он только на мимику влияет, да, а в 5-пептидов там есть еще куча других пептидов, которые будут укреплять кожу, работать как антиоксиданты и так далее. Вот, поэтому, но с другой стороны, молодой девушке до 30-ти лет, например, не нужна сыворотка 5-пептидов, зачем ей 3-пептид меди, там, активный, или Матриксил, Морфомикс, если еще своя кожа нормально, как бы вырабатывает структурные белки, и, в принципе, ничего такого, то, что нужно стягать на гайкой, как говорится, у нее в коже нет еще. Вот, поэтому не нужно, как говорится, раньше использовать то, что пока не показано. Поэтому, например, для более молодых Мерилакс достаточно, а гипертонус при этом у 20-летней, 25-летней девушки вполне может быть, потому что у нее может быть активная мимика, она любит там задирать брови, у нее там к 30 годам уже залом сформируется, например, на лбу в области мускулюс фронталис, поэтому, или там, допустим, складки вот эти вот, которые гипертонус корругаторов дает, поэтому, в принципе, это ей как раз будет то, что надо. И, кроме того, естественно, Мерилакс можно использовать для пролонгирования эффекта инъекционного ботулино-токсина, но об этом все знают уже, что, собственно, для этого вообще косметические пептиды Мерилаксанты изначально были придуманы, чтобы пролонгировать действие БТА. Поэтому на второй-третий месяц после инъекции можно продолжить нанесение утром и вечером средств с аргирилином или там с комбинацией пептидов Мерилаксантов и продлить таким образом эффективность БТА инъекционного. Вот. Дальше у нас 5 пептидов. 5 пептидов – это, конечно, квинтэссенция всех возможных вариантов пептидов, которые работают в антиэйдж. Мы ее достаточно долго разрабатывали, мы очень долго пытались сделать так, чтобы она не стоила, как Роуз-Ройс. И это тоже важно, потому что пептиды – это достаточно дорогие компоненты, и в этом, конечно, огромная благодарность руководству Гильтек, который как бы сделал удобоваримую стоимость, хотя, возможно, сам мог бы и больше заработать на этой сыворотке. Но, как говорится, мы хотим, чтобы все имели возможность пользоваться хорошей косметикой, и поэтому здесь как раз тут такой случай, когда мы за оптимальную цену имеем очень концентрированный состав достаточно дорогостоящих активных компонентов. Формула сбалансирована именно, не больше, не меньше, в принципе, не нужно ничего. Здесь пептиды разнопланового воздействия, у них мишени разные. То есть здесь два миорелаксанта, уже два, и их общая концентрация 10%, то есть это леофасил и аргирелин, их коммерческие названия. Некоммерческие названия, химические. Здесь я тоже вам привела, потому что вам могут они встречаться, то есть пентапептид-18, леофасил и ацетилгекспептид-8, но он уже известен на слуху, это как раз аргирелин. Вот они являются миорелаксантами, но кроме них здесь находятся пептиды, которые укрепляют кожу, то есть фактически работают больше с дермой, с фибробластами, которые вырабатывают клагиеноластин. Также есть пептид меди здесь, который и укрепляет сосуды, и как отнеоксидант работает, он там влияет на фермент супероксид дисмутаза, то есть там такой прям комплексный идет вариант воздействия, плюс он очень хорошо стимулирует регенерацию. В медицине, кстати, пептид меди первым стал применяться как раз именно в заживляющих средствах, фактически как факторы роста он работает с этим, с обновлением, с регенерацией эпидермиса. И в общем, в результате мы получили гелевую сыворотку, кстати, очень такой тоже приятной текстуры, такой прозрачненький, легкий, его можно наносить под любой, в принципе, крем. Главное, чтобы этот крем не имел кислого pH ниже 4, и не имел в составе каких-то прямо откровенно дублящих веществ, а-ля там кородуба, там тамины всякие, вот это вот не надо. Да, нам многим нравится, я сама ее очень люблю, и пользуюсь ей сейчас как раз по утрам. Но я еще, правда, мне очень нравится сейчас следующее, то, что я вам расскажу, си-энерджи с антиоксидантами, тоже прям моя нынешняя любовь, как она вышла. Но пептиды – это просто спасение, на самом деле, даже вот когда раздражение появляется с того же ретинола, например, использование в утреявления пептидов, оно также помогает коже быстрее с этим раздражением справиться. Вот, поэтому единственное, что их в одно нанесение не надо сочетать, но о сочетаниях я чуть позже скажу. Вот, значит, что здесь в составе у нас? Релестаз 4%, это как раз пептид, который влияет на синтез коллагена, 3-пептид меди, 2-мерелаксанта и матриксилморфомикс, который мы знаем по крем-союродке для век, с вектом лифтинга, который раньше у нас вышло. И вот здесь 2%, это пептид матрикин, который тоже стимулирует выработку коллагена эластина. Вот, кроме того, здесь есть вспомогательные компоненты, фиткультура яблока, мальзоместика, как в нашей старом нашем хите сыворотки интенсивного омоложения. Здесь есть пукогель, который работает как полютант, увлажнитель полулам, который точно так же работает, плюс он еще дает такой немножко лифтинг за счет своих именно свойств при нанесении на кожу и высокомолекулярной диалуроновой кислоты. Вот, сыворотку можно применять, ну, я считаю, что оптимально ее, конечно, с 35 плюс применять, да, и старше, раньше смысла особого нет, вот, и, соответственно, наносить ее можно, в принципе, под любой крем, который имеет PH выше 4, то есть под любую защиту, или там барьерное какое-то средство, тут же церамидский сейвер поверх него можно наносить, наш вот этот безводный гель, который сейчас на мороз обычно все берут, вот, потому что он воды не содержит, с церамидами, вот, и, в общем, в принципе, под любое средство уходовое. Крем-сыворотка для век тоже с Матриксиломорфомикс, она у нас в любую, в общем-то, рутину встраивается, и чуть помоложе, чем с 35-40 плюс, можно ее уже начинать примерять, потому что мимикоактивная вокруг глаз сейчас чаще всего кожа становится более дряблой здесь быстрее, чем на всем лице, поэтому здесь как раз имеет смысл, там, где-то с 30 уже можно, в принципе, а до 30 можно, там, до 28 применять обычные гелевые средства для век, например, а-ля там гель для кожи вокруг глаз, который имеет противоотечечный эффект. Вот как раз следующим пунктом гель для кожи вокруг глаз, там пептид осирил, который как раз прицельно работает на отеки и темные круги, ну и плюс как вспомогательные гриндиоты, там идут экстракты петрушки, солодки, одуванчики. Это гель. Для, например, взрослой женщины гелевого средства для глаз будет 90% недостаточно, потому что кожа начинает уже немножечко терять здесь липидную составляющую и, конечно, какой-то крем нужно сверху наносить. Но если есть отечность, то гель для кожи вокруг глаз можно использовать, например, как сыворотку под крем, ну и для, естественно, аппаратных каких-то воздействий. Сыворотка 3D-увлажнения тоже содержит пептид, пептид дюфопарин, который регулирует транспорт влаги из дермы к эпидермису. Эпидермис у нас собственных сосудов и вообще влаги как таковой не будет иметь, если она не будет поступать ему из дермы к нему и не будет, допустим, удерживаться хорошо барьерной функции эпидермиса, да, то есть гидролюпидный барьер будет состоятельный. Ну вот. И, ну, 3D это уже такой, так сказать, наш старый вариант. 3D интенсив омоложения, конечно, можно, как говорится, после 35 лет взять в рутину, как зубная паста, да, то есть ее не нужно курсами применять, ее можно постоянно, да. Зубы мы чистим каждый день, да, и сыворотку увлажняющую, живя в городе, живя там с отопительными системами зимой и кондиционерами летом, конечно, она нужна, потому что кожа у нас не справляется, как правило, с такой агрессией. Вот. Ну и здесь как раз за вот этот вот пептидный компонент отвечает дюфопарин, который вот этот транспорт влаги как раз регулирует, усиливает, и поэтому у нас эпидермис получает больше влаги. Плюс здесь три вида гиалуроновой кислоты, все, которые только можно себе представить, это ультра и низкая и высокомолекулярная гиалуроновая кислота, и, соответственно, они по своему размеру, да, которая меньше проникает глубже, высокомолекулярно удерживают влагу, то есть они работают как раз и как заместительная терапия, и как влагоудерживающая составляющая, ну и сок алоэвер, который распокаивает кожу, поэтому 3D как раз лучше всего для обезвоженной и еще и чувствительной кожи. По поводу скинсейвера детям можно, да, для защиты от мороза. Единственное, что как бы иной раз дороговатенько, конечно, маленькую такую вот фитюлечку использовать, когда можно нанести обычный защитный детский крем на основе какого-нибудь парафина и воска. У детей нет расширенных пор, у них нет воспалений, у них ничего пока не закупоривается, у них нет гиперфункции сальных желез, потому что они у них начинают работать только в пубертате, поэтому детям можно, как говорится, и попроще в защиту от мороза использовать, но наносить можно, конечно, да, ничего там такого нет. После, естественно, прихода домой средства барьерные смываются. Вот. Значит, к антиоксидантам перейдем. Антиоксиданты, это у нас, естественно, на первом месте всегда вспоминается сразу витамин С, причем антиоксидант ту роль он выполняет как раз находясь в стабильной форме, потому что мы помним, что кислая форма, которая требует большой концентрации и низкого PH, порядка там трех-трех с половиной у средства с ней, с L-ascorbic acid, она работает больше как пилинг, то есть такой как бы не совсем пилинг, но она за счет негативной стимуляции работает, да, а антиоксиданты это все-таки разновидность позитивной стимуляции, плюс они работают в нейтральном PH, там и 6, и 7 выдержат, вот, и, собственно, их можно носить, например, в дневное время, в отличие от L-ascorbic acid, ее нежелательно. Соответственно, ну и хранятся они, естественно, дольше, потому что L-ascorbic acid, она либо должна в двухфазном каком-то средстве находиться, или она там за три месяца уже может быть ее выбросить, если не используете здесь, естественно, стабильные формы хранятся, стандарт, там, 2-3 года до открытия и год после открытия, чаще всего, ну, иногда бывает чуть меньше, зависит от того, что у вас на банке написано, да, с этими компонентами, на это ориентируйтесь, не забывайте в 40 годности после открытия контролировать вот этот вот значок баночки приоткрытый, потому что он бывает значительно ниже, нежели с 40 годности до первого вскрытия, да, препарата. Соответственно, здесь у нас 5% витамина С, причем здесь есть две его формы, обе стабильные, аскорбилглюкозит и инкапсулированный, то есть липосомальный аскорбилпальмитат. Соответственно, дальше у нас идет тоже очень сильные два антиоксиданта, одни из самых сильных вообще из существующих, это ресвератрол 3% и 0,5% ферруловой кислоты. Соответственно, липосомальный дегидердокверцитин, который мы знаем по нашей серии Нео, здесь тоже есть, и он тоже обладает достаточно сильными антиоксидантными свойствами, плюс он успокаивает кожу, ну, многие знают наш кель для сухой и нормальной кожи Нео, лосьон концертат Нео с дегидердокверцитином, который применяется активно и в профоходах дома, вот, и здесь достаточно высокая концентрация тоже этого дегидердокверцитина, плюс здесь 5% неоцинамида, тоже большая достаточно концентрация, он работает как капилляропротектор, он работает как сиборегулирующий компонент в некотором смысле, поэтому Сиэнерджи очень любят люди с комбинированной жирной кожи, хотя на других типах кожи тоже прекрасно можно использовать, просто под крем обязательно для сухой кожи гелевой сыворотки мы используем, а для, например, комбинированной жирной кожи можно даже крем сверху не носить, если нет в этом необходимости, да, не требуется защита, например, какая-то, или, допустим, если вечером мы ее используем. Значит, витамин Е, это кофериолцитат, экстракт зеленого чая, это тоже компонент, который обладает антиоксидантными свойствами, но они здесь более вспомогательные, их здесь меньше, конечно же, чем основных хедлайнеров, и эффектом этой сыворотки будет как раз возвращение такого хорошего, отдохнувшего цвета лица, восстановление микроциркуляции, то есть капиллярного кровообращения, кроме того, здесь предотвращается появление нежелательной пигментации за счет того, что работают антиоксиданты, да, то, что они собственные, так сказать, свойства защитные от ультрафиолета кожи повышают, да, не просто СПФ, да, сверху мы нанесли, а именно внутренние ресурсы мобилизовали. Депантенол, как заживляющий такой репарант, да, фукагель, опять-таки мы помним, да, пребиотический компонент с увлажняющими свойствами и высокомолекулярная гиалуронка, да, то есть там идет и антиполюшин, и повышение регенераторных способностей кожи, сыворотка замечательная совершенно, вот, и она у меня тут, кстати, тоже есть, сейчас вам текстуру покажу, она имеет такую тоже легкую текстурку, немножко желтоватый оттенок за счет дегидрокверцитина, большой концентратор, потому что он как сырье коричневого цвета, так что не удивляйтесь, это не витамин С там окисляется, там нет алиоксфорбика есть в составе, он изначально такой желтоватый оттенок имеет за счет дегидрокверцитина, но так же, как вот лосьонка Цетатнео, кто пользуется как тоником, да, мой любимый, кстати, как тоник, лосьон, да, он тоже желтый, поэтому его нежелательно так на себя брызгать, если в белой рубашке, лучше нанести на ватные диски и протереть лицом, вот, и у нее немножечко такая липковатая текстура, когда вы наносите, потом эта липкость проходит, но здесь как раз можно использовать, у меня где-то даже есть в видеокаталоге, маленькое видео, как ее наносить, да, то есть мы можем ее наносить, как обычную гелевую сыворотку, а потом можем сделать вот такие вот, как бы, движения отрывающиеся от кожи и таким образом немножечко простимулировать кровоток, да, то есть она позволяет вот это сделать. Раньше, очень давно еще, когда только появились вот эти сывороточные средства, была такая фирма люксовая, она, возможно, и сейчас существует, Дарфан, да, и там они как раз, я запомнила, наверное, еще до того, как вот активно этим стала заниматься, это было очень-очень давно, там, наверное, я еще в ординатуре училась, и вот я увидела видео этой фирмы, как вот показывает там модель вот этого, способ нанесения, и на самом деле многие забыли вообще об этом способе нанесения сывороток, и многие сыворотки, они просто проваливаются быстро, ты не успеешь это сделать, да, а здесь как раз текстура позволяет вот этот вот прям хорошо нанести, да, и потом вот это вот движение сделать, активизировать кровоток, и получается, что лицо приобретает сразу такой сияющий ухоженный вид. Ну, естественно, поверх нее можно прекрасно наносить всякие тональные средства и так далее, да, то есть, естественно, дождаться, пока она впитается. Вот, и прекрасно она сочетается с антиоксидантным коктелем Витаматрикс, это крем, который у нас, на самом деле, по названию, некоторые даже не знают, что это крем, а это крем, легкий крем хороший, тоже витаминами А, С и Е, естественно, там витаминов поменьше, чем в сыворотке гораздо, вот, потому что это все-таки крем, барьерное средство, но здесь есть светоотражающие частички, которые обеспечивают такой софт-фокус эффект, то есть такое сияние легкое, вот, и учитывая состав, да, похожий, да, они очень хорошо сочетаются, вот эти два препарата, сыворотка Сиэнерджи и крем-антиоксидантный коктейль Витаматрикс. Он для всех типов кожи подходит, его любят как люди с комбинированной кожей, так и, в принципе, с сухой, надо пробовать, надо смотреть, то есть очень приятный такой крем. Вот, дальше у нас есть, кстати, кто не знал, Гиртек выпустил и развивает линейку натуральной косметики, ну, это, конечно, не проф, больше рассчитано на розничных клиентов, да, но, опять-таки, все средства делаются по принципу профессиональной косметики, вот, и, естественно, там хорошая концентрация активов, вот, поэтому здесь как раз основные компоненты у нее не ациномид, а витамин С, и их как раз очень хорошо использовать, если, опять-таки, усталая кожа, нарушение кровотока, склонность к отекам, потому что там помимо ациномида и витамин С, есть еще интересные компоненты эфирной масли С и Кубэ, который считается очень сильным таким дренажным компонентом, плюс здесь экстракты ягод, там, клюкова, малина, земляника и прочее, экстракт планктона, как хороший антиоксидант, да, как у нас, например, в профессиональном геле антивозрастном Нео, вот, и тот же Акваксил, увлажняющий компонент на основе глюкозы с ксилитом, сыворотка очень приятная, ее очень хорошо наносить, если есть склонность к отекам с утра, вот, она хорошо сочетается с кремом из этой же профессиональной линейки, то есть ее Мегаполис крем с SPF10, тоже, как бы, такой очень хороший крем дневной, также, в принципе, можно ее наносить под любое другое средство, то есть комбинировать средства из натуральной линейки ДЮ с другими, если у вас нет, как говорится, острого желания, только натуральной косметикой пользуется, да. Вот, сыворотка пробиоскин тоже имеет антиоксидантные компоненты в составе, в частности, витамин С, аскорбилглюкозид, кроме того, там, ингредиенты, которые хорошо поддерживают микробиом, то есть это и про, и пребиотики, да, то есть лизаты бактерий, да, бифидо и лакта, это у нас пробиотики, они стимулируют рост нормальной микрофлоры, а инулин, альфаглюкан и фукагель – это пребиотические компоненты, то есть фактический корм для этих полезных бактерий. Кроме того, эфирное масло апельсина, оно поддерживает, да, такую антиоксидантную роль, ну и плюс оно немножечко стимулирующими свойствами обладает, ну, пантенол, гиалуронг, понятно. Соответственно, пробиоскин, учитывая то, что состав у нее как раз сделан с акцентом на микрофлору, то есть на микробиом, то есть лизаты бактерий и пребиотики, он прекрасно сочетается с кремом, например, из натуральной линейки, ну, опять-таки, если у вас нет заморочек именно с прям натуральностью, а натуральная косметика от, скажем так, обычной, профессиональной или там какой-то отличается в основном происхождением ингредиентов и консерванты другие используются. Вот, а так, в принципе, нет особых, как говорится, отличных, например, по эффективности, то есть натуральная не будет более эффективна или менее аллергенна, как раз наоборот, натуральная бывает более аллергенная, чем обычная. Вот, поэтому единственное, что я вот хотела как раз здесь вот это сочетание показать, как раз, кто использует, например, если кожа чувствительная или был курс антибиотиков или переболели, да, ну, то есть явно чем-то, да, неважно что, с кожей или просто какой-то ОРВИ, грипп и прочее, как раз иммунитет, когда снижен какое-то время, у нас нормальная микрофлора начинает уменьшаться ее количество, да, поголовье. А, в основном, патогенная флора начинает активно развиваться и, собственно, подавлять нормальную микрофлору. И поэтому используются вот как раз стимулирующие вот эти вот средства, поддерживающие микробиом. И вот сыворотка ProBioskin из нашей профессиональной линейки, да, она очень хорошо сочетается с кремом, ее мегаполис крем SPF10 из натуральной линейки, потому что у них очень похож состав. На самом деле они друг друга будут потенциировать действие. То есть там тоже на основе ягодной воды сделан этот крем, там есть небольшой SPF минеральный без химических фильтров, потому что в натуральной косметике нельзя химический фильтр использовать. Вот, там, где оксидцитана используется, там есть антиоксиданты, там есть масла. Этот крем хорош как раз для кожи нормальный и сухой, но, в принципе, на комбинированный тоже он поры забивать не будет, там нет ничего такого, что может забить поры. То есть надо пробовать, какой более комфортно вам, да, этот крем, например, или крем увлажняющий. И здесь тоже есть противотечное эфирное масло, если есть склонность к отекам, витамин Е тоже как антиоксиданты. И они по составу очень дружат, поэтому их можно использовать друг на дружку. То есть пробиоскин, а поверх неё мегаполис. И вот мы пришли к оптимальным сочетаниям, которые я, в общем, в один слайд, мы уже об этом всё, конечно, проговорили, но в один слайд я их скомпоновала. Такие основные сочетания хорошие, да, то есть пептиды и ретинол. Утром пептиды, вечером ретинол. В те вечера, когда нет ретинола, используем опять-таки пептиды. Пептиды вообще, когда мы начинаем использовать тоже, ну, чем чаще мы их применяем, оптимально утром и вечером, да, два раза в день, тем быстрее мы накопим ту кумулятивную дозу, которая даст вот этот эффект, который мы хотим от них получить. То есть уменьшение мимической активности, разглаживание мелких морщин, да, но опять-таки, насколько это возможно, да, укрепление кожи, улучшение цвета лица, уменьшение чувствительности кожи, да, то есть как бы поэтому, если мы будем только утром использовать, да, мы через какое время, там, через два с половиной месяца, условно говоря, дойдем до того момента, когда нам вот эффект будет прям достаточно, да, если мы будем там два раза в день использовать пептиды, возможно, мы пораньше, да, этого эффекта достигнем, но в целом мы всегда компонуем рутину из разноплановых компонентов, чаще всего, да, то есть не надо перебарщивать, не надо друг кодружку много наносить пациентам нашим, да, но по-любому мы будем использовать средства, которые будут на разные мишени, да, воздействовать. И таким образом мы можем комбинировать в рутине и антиоксиданты, например, и пептиды, например, и ретинол, и даже кислоты надо добавить, да, в виде энзино-пектиновой маски, например, для регулярного глубокого отшелушивания кожи. Поэтому, например, пептиды утром, ретинол 2-3 раза в неделю, да, вечером тоже пептиды под соответствующий крем. Антиоксиданты. Очень хорошо, как я уже говорила, они комбинируются, например, с кремом, который тоже будет содержать антиоксиданты, но опять-таки крем поддерживающая доза, да, а сыворотка большое количество. Когда мы используем антиоксиданты, не нужно использовать и крем с огромной концентрацией антиоксидантных компонентов, да, или вечером еще добавлять антиоксиданты, да, выраженные, потому что если антиоксидантов слишком много, это все равно как перепить витамина С, да, то вместо антиоксидантной роли он начнет играть прооксидантную, да, то есть он будет, наоборот, участвовать и провоцировать вот эти вот реакции перекисного кисления липидов. Поэтому здесь надо быть очень осторожным. Если мы используем стабильную форму антиоксидантов, например, сыворотку C-Energy, очень активную, с очень большой концентрацией, их не надо вечером использовать L-ascorbic acid, да, то есть как бы средство с L-ascorbиновой кислотой, тоже с большой концентрацией, кислой форме, которая тоже будет и как отшелушивание работать, и как антиоксидантный эффект, да, мы можем переборщить. Вот, поэтому здесь с осторожностью. Поэтому антиоксидантную сыворотку очень хорошо с кремом, с небольшим количеством этих же компонентов использовать. И можно под другой какой-нибудь крем, который не содержит витаминов, использовать прекрасно, да, под увлажняющий или там под крем для комбинированной кожи с SPF 15, наша с Home Care. Вот, поэтому здесь как раз под тональные средства, под SPF. То есть здесь уже любое творчество приветствуется. Дружат они практически со всем. И вот вечером, например, можно использовать, например, альфа-дерм. Потому что альфа-дерм, он работает уже с другой мишенью, скажем так, да, то есть как бы здесь уже кислоты работают, здесь интенсивное увлажнение за счет акваксила, они очень хорошо сочетаются. Причем альфа-дерм можно, как я уже говорила, использовать не обязательно и утром, и вечером, да, то есть в смысле каждый день не обязательно использовать. То есть мы можем вместо, например, альфа-дерма в те дни, когда его нет, нанести какую-то интенсивно увлажняющую сыворотку, тоже интенсив омоложение или 3D увлажнение под крем под ночной. То есть здесь уже смотрим, чего не хватает кожи, то и добавляем, условно говоря. Соответственно, следующий вариант сочетания это интенсивное увлажнение, защита утром, опять-таки 3D интенсив омоложение, плюс скинсейвер или какой-то с кремом с SPF, например, и ретинол вечером. Соответственно, если мы ретинол вечером используем через день, да, то те дни, которые освобождаются от применения ретинола, мы можем туда добавить в эту вечернюю рутину какое-то другое средство, например, которое будет другие проблемы решать, либо то же самое интенсивное увлажнение в виде сыворотки интенсив омоложения, например, наносить вечером под ночной крем или без ночного крема, если кожа напряженная. Следующий вариант это пептиды плюс восстановление микробиома, да, например, 5 пептидов со скинсейвером утром и пробиоскин вечером, да, то есть мы утром стимулируем коллагеноластин, стимулируем процессы при помощи трипептида меди, да, метаболизм клеток усиливаем, тоже он как антиоксидант работает, кроме того, мы работаем с мимикой, а вечером мы работаем с микробиомом, например. И таким образом будем восстанавливать кожу, скажем так, и изнутри и снаружи. Дальше сочетание, например, которое больше при проблемной коже применяется, ну, то есть при склонности к воспалениям, потому что взрослые люди, да, и женщины в частности достаточно часто страдают от так называемого акнетарда, да, то есть когда есть склонность к воспалениям или есть просто уже заболевание, да, воспаление, вот, или эпизодически какие-то при погрешностях там в диете или в связи с циклом, да, например, пока еще именно пауза не наступила, да, получается, да, что воспаления приходят к нам, когда мы их не ждали, и тогда мы используем средства противоспалительными компонентами, то есть это стоп-акнез с слоеной кислотой, например, утром и альфа-дерм вечером. Вот. Такой вариант может быть. Естественно, если мы назначаем, ну, если у нас назначено лечение какое-то пациенту уже патологии акне, то мы корректируем уход, убираем, например, активные противоспалительные средства из ухода косметические, они заменяются на средства медицинского плана, да, тот же адопален, например, или азолаиновая кислота, в принципе, в каких-то других медпрепаратах, ну, хотя с азолаиновой кислотой, ну, стоп-акне, она ничем не хуже, чем другие аналоги, поэтому если азолаиновая кислота назначена, и стоп-акне человек переносит лучше, потому что там все-таки уходовые компоненты тоже есть, и депантенол, как говорится, и какие-то, и текстура сама флюидная, комфортная, то, в принципе, можно его оставить. Вот. Но если, например, назначено адопален, каждый вечер, то тогда альфа-дерм убираем и добавляем уже средства, которые будут минимизировать побочки адопалена, ну, или другого агрессивного лечения, например, бензоилопероксид. То есть мы добавляем демотен увлажняющий, да, с серой, мы добавляем пробиоскин тот же самый, да, чтобы микробиом поддерживать, вот, и, собственно, таким образом корректируем уход. Но это меньше относится к антиэйдж, больше к акне, и акне, мы уже много чего сказали про акне на нашем канале, можно посмотреть массу видео об этом, вот, ну, и задавать свои вопросы в комментариях. Дальше трубэби фейс, да, который я упоминала, очень хорошо сочетается со своим же кремом Мегаполис, но, опять-таки, с другими кремами тоже сочетается. Плюс альфадерм или ретидерм вечером можно чередовать, если человек продвинутый, пользователь ретинола, да, с кислотами его чередовать, да, но если нет, то тогда мы, допустим, в те дни, когда нет ретинола, вечером можем использовать интенсивно увлажняющие сыворотки а-ля 3D увлажнение или 3D, или интенсивно омоложение. А также можем использовать, например, тот же пробиоскин. Трубэби фейс утром, пробиоскин, вечером прекрасный вариант. Сенеджи утром, пробиоскин, вечером тоже прекрасный вариант, понимаем, да, утром антиоксиданты, вечером восстановление микробиома, все это наносится, если комбинирная жирная кожа, можно носить без крема, либо там, допустим, вокруг глаз только использовать крем-сыворотки для век. Если кожа жирная, например, да, если кожа нежирная, там, сухая, нормальная и даже, наверное, комбинирная, то мы какой-то крем используем, в зависимости от потребностей кожи. Пробиоскин отлично сочетается с мегаполисом, а пептиды, например, можно наносить вечером. Кстати, пептиды не важно, когда наносить утром или вечером. Некоторые считают, что кожа ночью как раз по биоритмам, она больше воспринимает стимулирующие какие-то воздействия, поэтому пептиды рекомендуют даже наносить вечером. Я, честно говоря, какой-то жесткой доказательной базы на эту тему не нашла. И, в общем-то, ее, скорее всего, и нет, потому что пептиды, в принципе, все равно, когда работать. Вот ретинол, да, нужно наносить вечером. Кислоты нежелательно носить днем, потому что у них какое-то, может быть, повреждающее действие, фотосенсибилизацию они нам могут повысить и так далее. А пептиды, в принципе, будут работать и утром, и вечером. Поэтому, если у вас утром, например, другие какие-то препараты запланированы, которые прямо надо утром нанести, то вы можете пептиды спокойно сдвинуть на вечер. Вот, соответственно, еще сочетание, поддержка микробиома утром ретинола или кислоты вечером, пробиоскин мегаполисы, ретинол, ретидерма или афодерм вечером. И, соответственно, сочетание пробиоскина и с мегаполисом утром, потому что они хорошо друг с дружкой сочетаются. И, например, противоотечный и стимулирующий кровоток сывороткой, трубы бифейс серум из ВИУ вечером. Ну, вот такие вот сочетания. На самом деле косметика у нас, все вы знаете, достаточно интересная, и составы очень интересные, и как бы они очень продуманные, поэтому можно... Ну, это такой простор для творчества вообще на самом деле при подборе ухода, то есть можно индивидуально подобрать практически под любую проблему оптимальную схему. Соответственно, сильные активы мы дополняем, разумеется, мягким очищением. Можем сыворотки наносить кремовые, да, флюидные, то есть поверх, да, то есть как бы можем крем-сыворотку для век использовать утром и вечером, или утром или вечером, ну, как кому комфортно. Не всем комфортно средства для глаз наносить на ночь, потому что бывает дряблость кожи повышенная, избыток кожи в этой области, и с утра, например, может быть отечность. Тогда средства для века лучше использовать в утреннее время. Вот, по типу кожи крем мы подбираем, то есть увлажняющий, крем для кожи СП-15, да, комбинированный из серии Home Care. Можно Витаматрик использовать, который прекрасно, вот, Сиэнаджи как раз сочетается. Вот, и обязательно защищать кожу от солнца, если есть в этом необходимость, то есть ориентируемся на ультрафиолетовый индекс. Ну, это вы, наверное, знаете, да, как подбирать СПФ ультрафиолетовым индексу, это вам, наверное, повторять не нужно. И под конец, под конец я обещала про пилинг пару слов сказать и про аппаратку. Значит, всесезонный пилинг у нас, пептидный крем можно использовать только как основной уход. Это сыворотка, гель. Ее как основной, да, ее нет смысла использовать эпизодически, пептидную сыворотку, потому что там она должна накопить свое действие, то есть даже тот же аргирелин, даже если он один, да, в мере лакса, все равно, если мы там используем раз или два в неделю, или там эпизодически, толку от него особого не будет. То есть там нужно, чтобы он накопился, как говорится, и дерми, и глубокие слои эпидермиса, чтобы он блокировал все вот эти вот нервные окончания, например, да, на которые он должен воздействовать, чтобы сигнал не шел в мозг, сократить мышцу. Поэтому здесь как раз хотя бы один раз в день, а лучше первое время два раза в день использовать, да. Вот. Сезонный пилинг. Пилинг, ну, многие уже из вас, конечно, его пробовали, кто из постоянных наших слушателей, кто работает на косметике Гильтек. Вот. Пилинг достаточно мягкий. Понятно, что можно, конечно, и самым мягким пилингом переборщить, но здесь, в общем-то, ингредиенты подобраны такие, которые можно даже в период активной инсоляции, ну, с умом, естественно, использовать. ПАШ у него не сильно высокий, 2,46, и кислоты достаточно крупной величиной молекулы, причем фируловая она как больше, как антиоксидант, хотя в 7% концентрации, конечно, она работает и как фиротолитик. Ну, миндальная с молочной кислоты, миндальная вообще крупная молекула имеет, глубоко не проникает молочная, тоже действует мягко, и здесь как раз такое действие неагрессивное. Поэтому, если мы его используем, например, вообще в один слой на 5-7 минут и смываем, то можно даже использовать как подготовку к чему-нибудь там дальше. Ну, то есть не как отдельно процедура пилинга, да, а как, фактически, как мы энзимную маску используем, да, только эффект немножечко будет другой, не разрыхление, а именно вот устранение гиперкератоза, повышение такой гладкости кожи, то есть такое сияние появляется. А так, конечно, пилинг можно использовать и курсом, как положено, то есть это 5-6 процедур, можно и чуть больше сделать с интервалом в неделю, то есть 5-7 дней оптимально, да, 10 дней даже многовато для него. Соответственно, можно использовать для подготовки к более каким-то агрессивным пилингам, то есть убирать гиперкератоз, да, чтобы более агрессивный пилинг или шлифовка, например, прошли более равномерно, да, на кожу по воздействию. А то, может быть, и сделайте курс пилингов, и не нужна будет шлифовка. Вот, ну и причастительной кожи применять с осторожностью. Как мы его наносим, да, стандарт либо в один, либо там в три слоя. Чаще всего, если мы делаем курс, мы там первые 1-2 процедуры, мы смотрим, ориентируемся, как кожа на него отреагирует. Можем уже на вторую процедуру, если видим, что он прям совсем слабенько, да, для нашей, например, голубой кожи работает. Можем на следующий раз уже сделать в три слоя. Как мы гелевые пилинги наносим? Да, гелевые пилинги – это всегда такая коллоидная система, которая позволяет постепенно высвобождаться кислотам, поэтому они так агрессивно воздействуют. Не нужно стоять с веером там, обмахивать пациента, то есть как спиртовые пилинги обычно работают. И, в общем, нейтрализации тоже такой состав кислот не требует, да, специально щелочное средство не надо наносить, просто смывается большим количеством воды комфортной температуры, ну, не сильно горячей, не тёплой такой, комнат, комнат, чуть-чуть ближе к тёплой, комфортно, чтобы было пациенту. Соответственно, можем защитить чувствительные зоны, да, например, вокруг глаз, вокруг рта, у крылья носа. Соответственно, барьерным средством для этого оптимально используют церамид скинсейвер, например, наш на основе масел, да, но если уж нет церамид скинсейвера, ну, хоть в азене, ну, как говорится, но это, конечно, такое, как бы. И наносим мы этот пилинг в один слой, например, гелевый пилинг, для того, чтобы он лучше пенетрировал, то есть проникал поглубже, его втирают, да, поэтому если мы боимся, кожа чувствительная, можем просто нанести, оставить, через 5 минут смыть, да, посмотреть, как кожа отреагирует. Вот, если кожа нормально реагирует, как бы, на кислоты, то можем сразу его первый слой, например, втереть немножко. Вот, если мы наносим в один слой, значит, мы потом смываем, да, если мы наносим в три слоя, то мы наносим каждый слой, держим его 5 минут, то есть чуть-чуть втерли перчаточками, да, потом оставили, 5 минут прошло, нанесли следующий слой, немножечко вмассировали, опять оставили на 5 минут, и следующий слой тоже массировали 5 минут. Общая экспозиция 15 минут, после этого мы компрессиком влажным, с салфеточкой хорошенечко смываем его, не должно быть яркого какого-то покраснения, дискомфорта, то есть человек должен нормально реагировать, это поверхностный пилинг, там не должно быть сильного сжения какого-то и так далее, чтобы не было реакции на компоненты, отследить это, ну и после того, как мы его смываем, мы можем нанести, например, какое-то барьерное средство, можем сыворотку какую-то активную, например, ту же самую 3D увлажнение нанести, единственное, сразу после пилинга кислого не нужно наносить пептиды, потому что PH кожа может еще не восстановиться и они просто там разрушатся в кислой среде, поэтому лучше с гиалуроночкой что-то нанести, например, или можно даже сиэнерджи ту же самую нанести, либо просто закрыть интенсив регенерации и премом с содержанием солнцезащитного фактора, если пилинг делается не в вечернее время. Вот такая, собственно, схема. В качестве флэш варианта на выход обычно используется однослойный вариант с экспозицией 5-10 минут, ну, в зависимости, опять-таки, от кожи, кого-то и 15 нормально на выход, он не будет ни шелушиться, ни краснеть, ничего. И не наносить, естественно, поврежденную кожу, не использовать во время обострения каких-то инфекций кожных, не использовать средства отшелушивающие, даже довольно мягкие, если человек на изретиноиде, то есть если он принимает ракутан, например, сотрет, там другие препараты, вот, потому что у них кожа очень чувствительная и сильно реагирует на отшелушивание. Оно там лучше, когда человек на ракутане, например, то, чтобы он барьерными средствами пользовался, наоборот, восстанавливал микробиом и так далее, но не использовал какие-то агрессивные отшелушивающие варианты. Ну, и под конец для самых стойких процедуры аппаратные, которые имеют смысл или не имеют смысл делать. Я бы их разделила, на самом деле, на процедуры, которые предполагают позитивную стимуляцию, и процедуры, которые, ну, либо являются негативной стимуляцией, либо они являются, ну, каким-то воздействием на конкретные мишени, да, ну, например, БТА, да, блокирует мышцы, понятно. Тут и не позитивно, и не негативно, и ничего они не стимулируют, они просто блокируют мышцы, да, это ботулинотоксин. Вот, поэтому что можно сказать, да, о процедурах? Например, ну, самый беспроигрышный вариант из позитивной стимуляции это микротоковая терапия и лазерная биоритализация. Микротоковую терапию чаще применяют, когда есть какие-то проблемы с меркоциркуляцией или когда, например, склонность к отекам. Сейчас отвечу на вопрос. Вот, и единственное, что, как любая физиотерапия, что микротоковая терапия, что лазерная биоритализация, несмотря на то, что их можно делать как процедуру на выход, да, они очень хорошие, комфортные, и дают на какое-то время хороший цвет лица, и такую снимают отечность, то, конечно, чтобы был накопительный эффект, надо делать курсом, а курсы – это всегда 10 процедур ежедневных или через день, классическая физио. Вот, но здесь, как раз такой вариант, когда мы позитивно стимулируем кожу. Ну, и опять-таки, у любой аппаратки, конечно, есть противопоказания, которые надо смотреть. Так, сейчас отвечу на вопрос. Подскажите, как литинол с микротоками? На самом деле, литинол с микротоками можно сочетать спокойно, потому что микротоки – это стимулирующее воздействие, ничего в кожу не проникает при микротоковой терапии, используются достаточно нейтральные гели без всяких кислот, то есть используются, например, какой-нибудь там тонизирующий гель или гель антивозрастной нео, который будет и увлажнять, и тоже содержать, например, антиоксиданты. Вот, наносить после, но если вы делаете микротоковую процедуру вечером, то есть вы готовите кожу, умываете, делаете микротоки, носите гель, то если вы хотите нанести потом ретинол, то лучше это сделать где-то через час. Ну, то есть, когда у вас уже не будет, когда у вас восстановится кожа после процедуры, все-таки вы ее хорошенько, тщательно очищали, чтобы делать процедуру. Вот эти гелевые средства все впитаются уже, как говорится, успеют подействовать кожа, будет уже, так сказать, сухая, не влажная, она уже все впитает, то, что вы наносили во время процедуры, тогда можно нанести ретинол. Но с другой стороны, так как микротоки вы можете делать, например, не ежедневно, а через день, вы можете ретинол наносить в другие вечера, которые между следуют, и вообще, как говорится, не мучиться с этими всеми выжиданиями. А после микротоков просто, как говорится, использовать ночной увлажняющий крем, если вы это делаете вечером. Вот, я это имела в виду. В кабинете ретинолом, ну, редко когда, кроме как, когда вы делаете ретинолевые пилинги, используется он как завершающее средство, потому что это все-таки средство для регулярного назначения, не для того, чтобы закрыть процедуру. Вот, по поводу электропорации. А, здесь не нашли в табличке. Ну, на самом деле, электропорация и форезы, да, я сюда не стала включать, потому что форезы, они, ну, не процедуры выбора, как антиэйдж именно, да, у нас же речь все-таки про антиэйдж, то, что и электропорация, и ультрафонофорез, да, и ионофорез, это все можно использовать в молодом возрасте, как бы, и, ну, когда чего-то кожи не хватает, мы пытаемся эти ингредиенты туда при помощи форезов внедрить. Поэтому здесь как раз есть кожа, испытывает кожа недостаток влаги, да, обезвоженная она, можно сделать спокойно ультрафонофорез гиалуроновой кислоты, дискомолекулярную или электропорацию, что еще эффективнее, если нет противопоказаний к электрометодикам, и, собственно, как говорится, закрыть эту проблему. Вот, поэтому здесь как раз ни электропорация, ни ультрафонофорез, они не являются именно антиэйдж-воздействием, они являются способом пропихнуть через роговой слой какие-то ингредиенты, которые способны туда пролезть при помощи физического фактора, либо электрического тока, либо онтразвука. Вот, а здесь как раз именно то, что антиэйдж-направленность имеет. Вот, и инъекционную биоритализацию я поставила тоже все-таки в группу, можно сказать, позитивной стимуляции, потому что там нет ничего негативного, мы ничего не отшелушиваем, мы ничего не разрушаем, мы просто прицельно в дерму колем, например, биоритализант какой-то. Вот, то есть гиалуроновую кислоту, высокомолекулярную, потому что высокомолекулярная кислота в дерму попасть никак не может, кроме как при помощи иглы, да, никакими аппаратами даже мы это не запихнем. Но, собственно, опять-таки, так как это инъекция, у нее могут быть осложнения, то есть, например, ее нельзя делать, когда вообще человек склонный к отекам, да, когда у него пастозное лицо, потому что эта биоритализация, она вид лица не улучшит. Лучше всего биоритализация инъекционная работает все-таки на таких лицах с мелкоморщинистым типом старения, достаточно сухощавых, не склонных к отекам, вот там, конечно, она такую пергаментную кожу может неплохо улучшить, опять-таки, если хорошо сделано, если хороший биоритализант, если кожа не среагирует как-то неадекватно, да, не будут там какие-нибудь застойные вот эти паплы, регематом не насажаем, ну, то есть тут свои нюансы есть, конечно, от любой инъекционки есть свои проблемы, да, и могут возникнуть, да, никто не застрахован. Ну, и воспалительные реакции тоже, опять-таки, после инъекционных процедур могут быть, но это больше относится к соблюдению санитарных норм, да, при проведении самой процедуры и при потом поведении пациента у себя дома, да, когда он, что он делает, да, после этого его прокололи, а он пошел в бассейн, да, ну, и все, привет. Вот, поэтому здесь как раз вот это важно. Что касается процедур каких-то, ну, в основном повреждающих, да, то не во всех их, скажем так, есть смысл, если преследуется цель антиэйдж, да, причем достаточно стойкий эффект, если нужен, да, если кратковременный, одно дело, да, если стойкий эффект, то там другие моменты. Ну, и кроме того, если антиэйдж предполагается, когда возрастная группа уже, ну, даже не то, что 45+, а уже там 50-55+, да, то есть когда уже большинство женщин может оказаться в периоде менопаузы, то там есть свои тоже нюансы, потому что кожа уже по-другому реагирует, соединительная ткань плохо, например, вырабатывает фибробласт, фибробласт, коллаген, гластин, например, эпидермис хуже обновляется, замедленно обновляется, нарушено заживление и прочее, прочее, прочее. Это все влияет на результат. Так вот, в БТА, да, есть смысл, пока есть гипертонус, но нет стойких морщин, то есть если женщина в 60 лет пришла первый раз там косметологу сделать ботулинотоксин, то смысла в этом нет особого. Поэтому здесь как раз, ну и кроме того, когда сейчас стали популярны методики введения ботулинотоксина full face, так называемой, да, на самом деле, конечно, это все еще чаще всего off-label применения, когда вводят, например, в круговую мышцу рта или там в нижнюю треть, там большинство осложнений как раз чаще всего происходит именно в этой области, потому что там фактически люди колют БТА на угад, не знаешь, как отреагируют мышцы, может нарушение потом быть, как говорится, и артикуляции, и, в общем, и слюнотечения, и все прочее, и прочее, и может быть асимметрия возникнуть в этой зоне, поэтому сюда, конечно, нежелательно использовать ботулинотоксин без особых на то, как говорится, показаний. Ну и, соответственно, в верхней третье тоже могут быть осложнения стандартные и тоже надо быть осторожным. То есть всегда, если кожа повреждается, если это какая-то инвазивная процедура, то всегда осложнений будет больше, чем у неинвазивных процедур или каких-то неповреждающих процедур. Лазерные повреждающие методики в менопаузе нежелательны, потому что, ну, не всегда желательно, скажем так, потому что заживление может сильно пострадать, и это будет рискованно, плюс пигмент образуется неравномерно у пожилых людей и вообще не обязательно у пожилых, даже у достаточно молодых, там, 45-50-летних женщин, вот, тоже уже пигмент образуется не так, как у 25-летних девочек, поэтому здесь как раз надо быть очень осторожными, потому что может быть гиперпигментация, например, при лазанных воздействиях. С масс-лифтинг, опять-таки, я не считаю смыслом уже в совсем старшей возрастной группе использовать, да, и даже не совсем старшей, но за 50, как бы, потому что если уже есть выраженный птоз, да, выраженный, потому что чаще всего хотят при деформационном типе старения, да, от этого избавиться, но при этом не идти к хирургу, да, то есть как-то более мягкими методами. Это так не работает чаще всего, потому что, ну, во-первых, хватает эффекта, даже если он есть, там, на год примерно, а во-вторых, больше осложнений, а в-третьих, все равно эффект не будет таким, как после классической операции, например, да, поэтому если человек работает лицом, условно говоря, какой-нибудь там актриса, диктор, ему действительно нужно себя омолодить, потому что он этим лицом деньги зарабатывает, то, конечно, лучше, более предсказуемо будет, более предсказуем будет результат все-таки пластической операции, вот. Хотя мне очень радует сейчас, что все-таки тренд вот этот и джизма, и всеобщего омоложения сходит на нет, и все-таки люди начинают относиться к своему лицу и коже именно с точки зрения здоровья, они с точки зрения, как она выглядит, или пытаются там дисморфофобически менять свою внешность без конца, я надеюсь, что когда-нибудь это кончится, и люди будут стареть красиво и следить за собой. Вот, и за счет этого, как говорится, выглядеть хорошо ухоженно на свой возраст и не пытаться, там, 70 выглядеть на 30. У меня даже где-то вебинар на эту тему есть, вот, где я как раз даже привожу примеры прекрасных совершенно женщин разных годов рождения вплоть до 1921, который отлично выглядит без всяких пластических операций. Вот, но всякое бывает, да, работа у всех разная, да, и иногда кому-то это надо, иногда какие-то дефекты нужно, например, это всегда оправдано, когда нужно дефект устранить. Что касается рефлифтинга, опять-таки, нет смысла делать, когда уже период менопаузы наступил, потому что не будет того эффекта и того ресурса у фибробластов, чтобы восстановить разрушенную соединенную ткань, то есть разрушенный коллаген и ластин при помощи радиову, для того, чтобы восполнить упругость кожи настолько, насколько она, насколько хотелось бы, да, и бывают даже такие ситуации, когда берут слишком возрастных пациентов на рефлифтинг, опять-таки, чтобы отсрочить якобы пластическую хирургию, либо просто, как говорится, деньги с ней выкачать, вот, что очень плохо, не нужно делать процедуры, те, которые пациенту не показаны, потому что до этого, этого воздействия могло быть даже лучше, чем может стать после, поэтому я не сторонник вот таких вот вариантов и не рекомендую это никому, поэтому все-таки рефлифтинг это оптимально делать, когда промежуток между 40 и 55, наверное, вот эти 15 лет, это такой хороший благоприятный период, когда рефлифтинг работает, да, а потом уже, к сожалению, не будет так эффективен. Плюс, естественно, контурка, контурная пластика, филеры, нити, ну, это может по-разному к этому относиться, да, когда действительно нужно скорректировать дефект, там и так далее, понятно, что филеры, может быть, и имеет смысл что-то делать, да, но, опять-таки, много осложнений, опять-таки, качество препарата очень сильно влияет, плюс филеры, опять-таки, они не всегда, скажем так, дают тот эффект, который хотелось бы, и бывают осложнения, которые я здесь перечислила, и кисты, и гранулемы, и какие-то проблемы с симметрией, да, если не очень хорошо сделано, вот, ну, как бы здесь уже в зависимости от того, как это применяется, вот я не буду сейчас лекцию по филерам читать, тем более совсем не наша тема, вот, конечно, иногда в небольшом количестве можно использовать, восполнить объем где-то, где он там, условно говоря, исчез, и это, в общем, оправдано, но, опять-таки, надо смотреть, насколько это целесообразно. О ните я, честно говоря, вообще не сторонник, но это мое, может быть, личное мнение, да, оно может совсем не обязательно совпадать с чьим-то, вот, я не настаиваю, но шовный материал хирургический в лице я не приветствую, потому что, в принципе, особых каких-то суперэффектов он не дает, вот, а осложнений получить шансов больше, вот и все, поэтому достаточно большой риск, особенно если это возрастной пациент, это может быть уже истонченная кожа, истонченная дерма, 100% будут более проблемные сосуды в этом возрасте, да, будут какие-то еще патологии сопутствующие, да, которые могут тоже влиять на микроциркуляцию, например, на заживление, поэтому я не вижу смысла нитевой коррекции, собственно, людей вообще, наверное, так сказать будет честно. Вот, на этой оптимистической ноте я наш вебинар предлагаю закончить, то есть, как бы, и призываю грамотно подбирать домашний уход, об этом, собственно, был наш вебинар, и, в общем, стараться делать акцент именно на оздоровлении кожи, да, и через оздоровление она будет уже выглядеть моложе и лучше.